Переходи в комментарии и оставь там свой ответ на вопрос, что для тебя Barber Week. Там ты сможешь выиграть приз от нашего спонсора Melon Pro, вот эту замечательную машинку Strigo 3. Оставь самый крутой комментарий, а мы выберем тот, который нам понравится и отправим тебе в любую точку мира. Всем привет! С вами команда подкаста «Покороче говорят» и Siberian Barber Family. Сегодня мы находимся на замечательном мероприятии Russian Barber Week. И со мной сегодня Наталья Сычева, моя соведущая. Безменный ведущий, мой хороший друг Егор Алёкминский. Безумно очаровательная Елизавета, которая базируется в Москве. Но остается с нами в Сибири. И, конечно же, с нами идейный вдохновитель, создатель нашего YouTube-канала в стиле Захарюта. Наша студия базируется на Russian Barber Week 2024. Мероприятие масштабное, крутое, огромное количество народов. Прямо сейчас проходит множество мастер-классов обучений тысячи человек. И огромное количество подкастов вас ждет в дальнейшем. И открывает нашу серию подкастов сегодня Мария Класс, представитель независимого и основатель независимого парикмахерского лейбла «Хэйрфакер». А также мастер, который входит в топ-10 мастеров Санкт-Петербурга. Я бы сказала, самый креативный парикмахер в индустрии, бессменный, креативный, уже много лет. И действительно восхищены вашими работами. То, что вы делаете, это очень круто. Спасибо большое. Мария, расскажи, пожалуйста, выступали сегодня здесь с фильмом, такой необычный формат выступления. Как пришла эта идея в голову? И как связали название «Атавизм» с волосами? Это просто что-то невероятное. Кто это придумал? Где все про волосы, сказать, что волосы – это атавизм. Раскройте, пожалуйста, эту идею. Это шок-контент. Знаешь, для того, чтобы внимание привлечь. Начну с самого начала, да, с вопроса о том, как вообще пришла такая идея. Команда «Симушка» нам предложили снять обучающий ролик для Color World TV UK. А мы такие думаем, блин, что-то обучающий ролик скучно, ну, надо что-то более интересное, особенно, когда это на мировую какую-то платформу выходит. И такие, блин, а давай снимем фильм. А давай, а давай про нас, про парикмахеров, про русских парикмахеров. Потому что, ну, благодаря тому, что мы выигрывали в конкурсах и нас знают в Америке, когда мы туда приезжаем, они такие «О, Russian Hairdressel crazy!» Ну, они там восхищены, они знают, что, ну, я думаю, что вы знаете, да, что там за рубежом, когда говорится о русских парикмахерах, это вообще топы. Это те, кто скрупулезные, классные, ну, такие вот прям, ну, кайфовые. Там нас очень уважают. И мы шли, все, надо точно делать. И, в общем, за неделю, наверное, мы написали план, стали снимать. Была очень большая работа по поводу монтажа вообще всего этого. И все, и получилось такое творение. Это первая часть, потому что мы такие, так, нам хочется еще больше. Есть еще что сказать об этом, обо всем. Прикрепим ссылку на это видео обязательно куда-нибудь вот тут вот внизу, чтобы вы тоже могли его посмотреть. Да, и плюс оно два года назад выиграло в короткометражном фестивале в Москве как одно из креативных видео такого формата. То есть это первый раз, когда вообще парикмахеры создают что-то подобное. И это как фильм. Ну, то есть есть только документальные фильмы о ком-то, как Авидал Фасунин, да, и там других. А чтобы именно вот мы говорили об этом, я вообще хотела бы, чтобы это стало таким неким стартом и вдохновением для других ребят. Потому что не только нам есть о чем сказать, и вообще в плане менять парикмахерскую культуру, менять взгляд на это. Ну, то есть раньше, наверное, все это создавалось такое, вот прям было где-то за кулисами, где было только в конкурсах, и ты вот делаешь что-то такое. А нам хочется как раз вывести это, ну, формат, ты это можешь сделать в кресло, ты можешь это сделать со своими любимыми клиентами. И самое крутое, что клиенты, они от этого так вдохновляются, на самом деле так, вообще многим людям хочется, чтобы вот это было у них на голове. Хочется, чтобы что-то создавалось. То есть все-таки много таких людей. Да, просто тут, наверное, насколько тебе доверяют, насколько ты сам говоришь. Потому что когда парикмахер горит, и он это транслирует, к нему хочется, ему доверяют и говорят, ну, как бы, твори все, что хочешь. Очень здорово это слышать. Есть очень личный, наверное, вопрос, потому что я вчера готовился к номинации Creative Fate, и хотел как одного или, может, самого даже креативного парикмахера России спросить такой вопрос, как получается верить в свою задумку и креативную идею, и не пускать в себе в голову мысли о том, что это может быть какая-то шляпа, может, это как-то встречено людьми не так. Потому что я вот продумал образ, я думаю, блин, вроде прикольно. А вроде какая-то шляпа вообще получилась, все скажут, что я дурачок просто. Так, смотри, значит, самое первое, должна быть насмотренность. Вот когда есть насмотренность, когда ты очень много смотришь и видишь качественного контента, ну, потому что раньше его было мало, и мы это все искали, потом его стало очень много. Слишком даже подружески. Даже еще через черт. Ну, то есть, да, и при том, это же не только у нас в телефонах, это вообще, в принципе, вокруг. И тебе уже предстоит такая задача, тебе надо чистить и отбирать самое лучшее. И вот когда ты в голову закладываешь самое лучшее, самое интересное и кайфовое, ну, для тебя, да, от какого-то высокого уровня, оно где-то на подкорке остается. Ну, то есть, вот образы, формы. Плюс на это накладываются твои знания композиции, колористическая история. Ну, в общем, вот эти вот все базовые знания, да, и насмотренность, они в тебе внутри формируют какую-то такую цепочку, когда ты начинаешь творить, ты такой, о, надо вот так, надо вот так. И у тебя потом складывается, что, ну, как бы это круто, для тебя это круто. В общем, когда вот эта вот база внутри формируется, ты начинаешь делать, самое главное, мы всегда... Как время переступить вот этот момент. Слушай, мы, когда выступали, ну, вообще выступаем, я давно поняла, всегда есть два лагеря, когда кто-то такой, «Вау, вот это...» Ну, ладно, ну, прям супер. Кто такой? Чего это такое? Фу, шляпа, да? Это что за... Ну, это будет всегда. Ну, то есть, без этого никуда. И самое главное, у нас нет желания, например, нравиться всем, у нас есть желание какой-то месседж донести. Поэтому, если у тебя есть какая-то, ну, вот, идея, то тебе просто надо ее создать. Я сейчас, в пример, мы были в Нижнем Новгороде, там было тоже шоу барберов, и там, значит, была креативная стрижка. И я просто аплодисменты одному из барберов, он выстриг на голове РЖД. Это было очень весело. После буквы? Да, просто таки все там подготовились, начинают делать этот хэр-тату, а он просто берет и что-то там рисует-рисует-рисует. Я просто смотрю, у него РЖД. Это офигенская идея, но исполнение было слабым, поэтому оно не считалось. Поэтому второе... Не хватило опыта. Да, первое – это насмотреть, а второе – это очень-очень много практики. Ну, то есть, когда ты вот прям аматы присутник, это ебашишь, делаешь, делаешь, делаешь. Ну, то есть, у нас в создании того же самого контента, благодаря которому мы стали популярны, ребят, у нас сотни фотографий, которые нельзя никому показывать. Там такое вообще просто... Это отработанный материал черновики. Да, ну, то есть, а мы это просто, вот мы шарашили. У нас было, мы по средам делали фотосъемки, сами сначала с фотоаппаратом, мы приглашали всех наших клиентов. То есть, за неделю кого-то делаешь. Такое, у нас было по 8-10 моделей в день. Все просто выходили не какущие, и вот у нас был вот этот контент. Дальше мы отсматривали, и уже потом мы стали работать с фотографами. Но когда ты понимаешь, на одном языке разговариваешь, мы фотографов учили укладывать, а они учили нас, ну, как бы композиции, чтобы как обработки. Как это все будет. Да, и вот это как бы цепляется одно за другое. Но это, наверное, это сотни вообще, сотни фотографий. И только потом уже создается тот контент, который... Ну, вот мы сейчас запустили онлайн-курс «Портфолио на миллион». Новый запуск у нас. И мы понимаем, что в целом нам с Кириллом создавать вот прямо сейчас новый контент, его не надо. То есть, то, что мы наработали там даже лет 7 назад, вот эти крутые картинки, они до сих пор клевые. Ну, то есть, я такой, так, надо новый. Такой, думаю, а зачем я сейчас буду тратить время? Я лучше буду... Вот этот контент, который есть, он актуален. Он круто заходит везде. Это я к чему? К тому, что ты вот, когда что-то создаешь и делаешь, тебе надо очень много вложиться сначала. Знаешь, какой-то парикмахер, только начинает. Инвестиции. Пашет там года три на все, а потом может уже чуть-чуть как бы подрастать. Да. Но я ответила на твой вопрос? Да, вполне. Да, много практики, много визуала и все. По поводу джетти арши. Это такая, наверное, идея, философия о том, что можно делать что-то плохо. Ну, такое вот, что такое трэшовое. Но делать это очень красиво, очень хорошо. И к вопросу, я говорила про паренька, который делал РЖД, это как раз это трэш, ему чуть-чуть практики. Не хватило вот этой чистоты и оболния. Я говорю, ты просто сделай на нескольких людях вот так, сделай, покрась это, чтобы это было прям, чтобы это было прям вкусно. Настолько плохо, что уж хорошо. Ну, это прям ржачно. Ну, то есть, это нужно попрактиковаться, а не просто так выйти и сделать. Такие вещи, они же и цепляют еще себя. Да, да, да. Как бы что-то не хватает, поэтому... Вот, идете арт, это как раз, наверное, одна из концепций о том, что мы можем работать не только как с клиентом, мы можем работать просто с волосами, как с материалом. То есть, мы можем что-то создавать, картины из волос, то есть, давать им какую-то новую жизнь. Особенно это стало актуальным, когда пошла такая тема про экологию. И вот как раз в такой вот музей мы поняли, что, а что волосы, жалко же их. Ну, они прямо с тобой, да. Из них только нефть, ну, она как бы работает как абсорбент для нефти, а мы такие, а дальше, это же круто, из него можно делать, там, одежду, делать картины, можно... Ваша одежда. Да. Мои клиенты любимые, они всегда со мной. А это искусственные волосы? Да, это искусственные волосы. А вот теперь и не знаем. Нужно было не разговаривать. Ну, где-то там подмышечка. Приять моей клиентке. Вот, и вся концепция в том, что ты можешь творить, создавать, работать не только, во-первых, не только с волосами, а делать как раз такие прически и волосы будущего из совершенно другого материала. Я просто считаю, что вот этот вот момент выгорания, который очень часто волнует... Актуальная нынче тема. Виталий Пименов недавно у нас на подкасте сказал, что ребята должны делать. Я тоже с этим сталкиваюсь. И у нас большой салон, и тоже периодически с тем, что мы даем очень много креатива... 25 мастеров, 300 с чем-то квадратов. Да, ну, то есть... И при этом мы периодически тоже с этим сталкиваемся. У нас есть аттестация для ребят ежегодно, на которой помимо каких-то скиллов, которые базовые, ребята должны презентовать свой арт-объект. То есть что-то вообще нестандартное. Да, ну вот что-то, что... В этом году это будет формат видео, то есть арт-объекты, перформансы, все что угодно, но это вот в формате видео. И даже при этом, при всем, вот этот период, когда ты готовишься, вот это вот что-то делаешь, все прям, все... Вообще, прям, такие все... Потом какой-то период, и кто-то выгорает, тоже такое бывает. Я понимаю, что когда ты... У тебя есть, так скажем, понимание, как это реализовать, ты не боишься это делать, выгореть, как будто бы невозможно. Если ты постоянно пробуешь что-то новое. Да, там обучение, еще что-то. Бывает, конечно, какой-то... Но опять же, да, умение... Наверное, какой-то эмоциональный интеллект, обучение эмоционального интеллекта, когда ты можешь управлять, ты понимаешь, так, все, сейчас... Да, он пошел, надо, что надо делать. Но это все зависит только, конечно, от самого мастера. Ну, действительно, наверное, есть такая история по поводу того, что ты себя настраиваешь на то, что, там, так, выгорел, пойду поучусь где-нибудь, съезжу на РБВ, например, на что-то еще, пообщаюсь там с такими прекрасными людьми, мастерами с разных городов, с разных стран даже, да, у нас сегодня здесь присутствует. Это все очень вдохновляет. Ну, в общем, очень многие мастера ждут, что их кто-то вдохновит, их кто-то научит. Как правило, да, вычерез. Да, такой, типа, я устал, у меня нет вдохновения. Лихо выгореть, когда ты стрижешь две стрижки на потоке в течение, там, нескольких лет? Мы, ну, вообще, вся подготовка, там, к шоу за кулиси, вот это вот весь сам сок, и там тоже один из ребят, там, так, давай, все, сбриваем вот здесь. Такой, ва, я такого никогда не делаю. Можно, давай. Ну, и ты понимаешь, да. И, во-первых, модели такие, ой, ну, типа, страшно, но они видят, как в соседнем кресле творится, вообще красота. Такой, бровь? Да, можно. До этого не летал. Сейчас можно. И сам мастер такой, я такого в креслах не делаю. Ну, я склонна верить к тому, что в креслах, и вообще по практике, в креслах тоже можно такое делать. Если ты это транслируешь, если ты показываешь, как ты это вообще делаешь, приходят клиенты, которые, у меня есть клиент, уже на протяжении, наверное, ну, к нам с Кириллом все время ходит, лет, наверное, семь, он каждый раз приходит с картины, он был там, в фильме он тоже есть. И это вызов нам. Он такой, я хочу вот так. Поллок, Мандрян, еще будем, так, ну, ты представляешь, ну, то есть, и такие, а, он что, что, клиент, он что, он платит за это? Он это еще и носит. Да, он это еще и носит. Ну, типа, прям клево. Ну, и таких несколько, которые, вот он прям с запросом каким-то, ослепляйте, по делай все, что хотите. Поэтому, опять же, по вследу, трансляции того, что ты хочешь делать, это люди видят, и они к тебе начинают. Ну, это надо делать много. Тут, это, это нелегко. Я впервые, когда начал стричь, наверное, это было еще в 17-м или в 18-м году, мне показывали фотографии ваших, это рыба хэр, когда там выбритые полоски, ну, чего такое вообще. Меня научили сайпарт, кроп стричь, ендеркат. На тот момент, я думаю, реально люди носят такое, что вообще, это как. Я думаю, это какой-то вообще арт-объект, просто они люди. Реально такое просят, иногда клиенты, они с этим ходят. Мы вставим фотографии для наших зрителей, просто как это выглядит. Да. Сколько ушло времени на отработку того, чтобы такая технология стрички, она стала знаковой, что теперь люди за ней идут, что они не боятся. Слушай, ну я даже не знаю, мы, наверное, примерно, вот у нас мы школу открыли, наверное, в 14-м году, мне кажется, у нас школа открылась. И мы как раз уже тогда сформировали, что у нас есть вот, Кир такой, слушай, я, короче, придумала ленивую тушевку. Я такая, так, ну-ка давай покажи. Он такой, смотри, есть сверху. Кирилла Сарачева, создаватель Хэр-Фай. Он сейчас в Лос-Анджелесе. Он еще такой сверху, он такой, главное, сверху, вот так, смотри, оп, ну типа, и такой широкий, такой ниже, 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 смотри, хоп, отходи назад, такой, ваа, приколь, и все. И мы такие, а давай дальше дорабатывайся, а как это может быть? То есть, с одной стороны, это вроде как хэр-тату, но хэр-тату все-таки плоская история, ну вот такая, а здесь именно такая текстура, фактура. Я думаю, наверное, да мы все время над этим работаем. Ну то есть, мы это транслируем в наших, ну как бы каждую модель старались делать, на всех обучениях это делали, на показах, то есть все наши показы, обязательно, ну как бы наша вот эта техника. Мы ездили в Мексику тоже, ну как бы, то есть вот куда мы не едем, мы как бы ей обучали. Есть единственный такой, наверное, стопор, все такие, ой, ну как бы, о, клево, там это легко, это вообще не легко. Ну, изначально, когда ты не имеешь опыта, мне только показалось, ну взяли машинку, ну это в целом на любую, можно есть. А ты кого так полноцоверить? Я так тоже могу. Сейчас я понимаю, что ни хрена так не могу, это даже пытаться не буду. Но получается, ну ты как бы вижу, что там ребята, когда к нам приходят, мы обязательно их обучаем. То есть это как бы наша фишка, это прикольный элемент, который дополняет образы и делает, ты делаешь андеркат или там обесцвечиваешь низ. Знаете, вот там сейчас уже это не настолько модно, когда прям сбривали нижнюю часть и девушки, и у девушек такое было прям. И такие, ну а что, вот просто сбрит, а что там, а ты делаешь рисунок, они понимают, и самое главное, это же трогательно. И все таки, это очень кайфово, наверное. И такая вот эта шерстка. И мы, ребят, начинали учить, и они просто начинают фигачить. И такие, что-то дерьмо какое-то. Какая-то шерстка получилась. Какая-то шляпа, да, да. У меня моя подруга, которая тоже владелец салона, мы к ним приезжали, она такая, да, давай, она супер, она просто профи. Она тебе говорит, Маша, ты что такое? Я говорю, Катюш, ну тут надо помедитировать. Давай. Она такая, да, офигеть. Это кажется просто, но это сложно, но... Когда начинаешь делать, там получаются, наверное, очень плоские вот эти полоски, просто набритые. Все пытаются сразу убрать, или все пытаются делать, ну, опять же, да, мы смотрим на плоскость, у нас, например, делаем ровно, голова круглая. Тебе надо этот нюанс, у кого-то руки трясутся. То есть, нужно соблюдать историю, что ты держишь, обязательно формат голову держишь, чтобы у тебя ничего... Угол, да, чтобы они были такими ступеньками, тебе нужно, чтобы это было на уровне глаз. Ну, то есть, каких-то маленьких, таких нюансиков много. Потом мы постепенно разработали разные стили под архетипы. То есть, например, есть 12 архетипов, и под каждый архетип мы выбрали свою тематику. Там, бунтари. Им вот это вот, вот когда ты долго вот так вот делаешь, ну, ну, понятно, он не высидит. И такой, ща. И просто жук-жук-жук-жук-жук, нафигачиваешься ли сзади. Более быстро, агрессивная работа. Типа, да. Самая главная динамика, параллельность, какие-то линии. Есть девушки, которые такие более мечтатели. И, конечно, им нужны плавные линии, потом можно еще что-то покрасить. И они такие бай, 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 бай. Ну, то есть, это можно адаптировать под каждого человека. Это такой, какой-то кайф, отвечая на этот вопрос. Долго, постоянно, я думаю, что, ну, наверное, может быть, года три такого интенсивного, когда уже это залетело и как бы это стало такой в прайсе, люди прям стали просить, потому что они видят, что это круто. Мне кажется, что сейчас такую историю можно делать быстрее. Потому что, когда мы начинали, там все-таки чуть-чуть сложнее было. С цветными волосами та же самая история. Вот скажи, пожалуйста, сколько длилась самая долгая креативная работа по времени, как к ней готовились? Это был клиент, помнишь ли ты вообще не сможешь ни на фотографии показать? Самые-самые запарные работы. Именно с волосами связанные? А какая еще есть? А нет, просто есть прическа, которую мы делали с булавками. булавками. А, я видела на... Да, это было... Это было очень... Это вообще очень долгий процесс, потому что ты собираешь всю эту историю. Там самая фишка в том, что ты на уровне... Ты делаешь длинные такие трессы, но на уровне каре ты делаешь маленькие прозрачные резиночки. Везде скрепляешь. И поэтому ты на сцене можешь стричь просто парикмахерскими ножницами, а со сцены не видно, что это маленькие... И потом... Я помню, я помню, я говорю, а какие ножницы? Вы же их выкидываете потом, я такая, да, нет? Вот. Если говорить про... чем-то новым и интересным, давайте вас встретим. И ползы совместно с брендом одежды. Дня, наверное, с 10 до... Это когда какие-то длинные волосы. Все закрашивания. Я думаю, что вы... День... Ну, мы часто... Часто мы делаем так, так как очень важно, чтобы модель и клиент вообще выжили, да, и чтобы потом контент был красивый. Просто разделяется на два дня. Ты сначала красишь или наоборот. Ты сначала делаешь стрижку, ну, в зависимости, опять же, от длины. Но если это длинное, то, конечно, стоит разделить. А так... Слушай, мы всегда работаем в команде, поэтому 4 руки, 6 рук... Мне кажется, у нас не было такого, что вот прям долго. Только какой-то вот арт-объект. Было долго, когда мы делали для Лондона арт-объект из волос, из живых волос. А есть фотография? Покажем, ставим. Да, сейчас скажу, там мы собирали, сейчас скажу вам, мы собирали полгода волосы, просили наших мастеров, у нас три зала, и мы просили, чтобы в каждом зале от клиентов собирали волосы. Но мы предупреждали их о том, что мы будем... Вы будете счастье. Да, да, да. Антель такие, да, да, он хорошо, хорошо. Были как те, кто собирали волосы, чтобы мы их, что-то не самые мелкие, а такие вот, типа крупные. И дальше мы это все собирали в пакеты вакуумные и летели в Лондон. А в Лондоне было шоу-Нойз. И на шоу-Нойз мы собирали такой куб из волос, в котором выводили на сцену модель. Ну и внутри модели как раз была сначала горилла, потом как раз волосы... Вот это, наверное, был самый долгий арт-класс. Объект, который мы создавали на протяжении всеми силами. Какая-то нереальная история. Я прошел нойз и от Генералова услышал, кстати, в первые. Спасибо, Коля, Генералову за то, что услышал, что такое нойз. Ой, у Коля вообще супер. Тоже ссылочку прикрепим. Так, Мария, ну и завершающий вопрос. Что для тебя РБВ? О, я вообще... Какая ассоциация приходит на ум? Для меня это какой-то вайб крутого настроения Кати. Я обожаю барберские мероприятия. Мы как раз с ребятами недавно говорили о том, что с Ильющей как раз говорили, что, я говорю, ты первый раз, ты вот прям кайфанешь. Ну, потому что ты здесь со всеми встречаешься, обнимаешься. Понятно, что все готовятся такие серьезные, но какие-то все-таки милые, такие добрые. Прям такая, знаете, доброта, которая очень притягивает, потому что она немножко схожа, наверное, с мероприятиями в Америке, где только единственное, что у нас это чуть более же искренне, а у них такая как бы форма, да, что ты здороваешься, обнимаешься, знакомишься, а здесь прям у меня есть с чем сравнить и честно скажу, что мероприятия, которые именно парикмахерские для стилистов, там чуть больше пафоса, там такие у нас здесь попроще народа. Привет, ааа, здорово! Ну, может быть, потому что это более мужская история. Да, и тут девочек любят, кто-то... Ну, мне, я очень кайфую. Я говорила на сцене о том, что я безумно благодарна Лёше и Маше, потому что такой формат, и они же не боятся делать новое. Ну, в плане такие, а давайте фильм покажем, давайте, ну, давайте сделаем, давайте прокажем, а давайте сделаем так, что разные парикмахеры, разные стилисты будут работать в одной команде. Сложно, да, но круто, круто. Есть свои нюансы, но они не боятся этого, это очень клево, вообще здорово. Спасибо тебе большое, было очень интересно, действительно хочется продолжать и продолжать, потому что тем очень много, поэтому будем рады видеть тебя на наших подкастах. Майер класс, подкаст, покороче говоря, РБВ, всем спасибо. Спасибо. Браво, спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова